Всем мира и добра! Я безумно рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Оксана. И сегодня я хочу вам показать вот эту красоту. Невероятную Little Gem Stripes 777. Эта орхидея просто сказка. Это действительно нить жемчужная. На этой орхидее мутация бабочки. И это подросток, которого я покупала по оценке в 2021 году. Посадку, которого мы делали вместе с вами на канале. И я обязательно оставлю ссылку на это видео. Ну а сегодня хочу уделить внимание именно ей. Эта орхидея наряду с тем, что она очень красивая. Очень интересная краска. Покажу вам ее поближе. Здесь присутствуют как розовые, сиреневые тона. А также имеются вот такие вот румяные оранжевые щечки. Очень яркая орхидея. И эта орхидейка очень быстро зацвела. Также это солнышко доращивает веточки. Цветение у нее всегда, практически всегда обильное. И однажды она у меня цвела пиориком. Всегда у нее формируется цветонос осенью. Я ему даю отсвестись. И как правило к лету она пробуждает спящие почки. Здесь у нее тоже есть спящие почки. Секундочку. Как показать. И они уже, мне кажется, начинают приоткрываться. Я очень рада, конечно, тому, что это прелесть. Эта сказка есть у меня в коллекции. Покажу сейчас розеточку этой орхидеи. Это ожог на листике. Прошлым летом так случилось, что я уехала в командировку на неделю. И муж чуть-чуть не досмотрел. И поэтому несколько орхидей немножко припекло. Но ничего страшного, конечно, не очень декоративно. Но зато не смертельно. У этой орхидейки очень аккуратная розеточка. Если мы замеряем вот этот листик 17 сантиметров. Тот, который самый большой был у нее. Так, в принципе, приблизительно размах крыльев до 30 сантиметров. На мой взгляд, это очень компактно. Растет у меня эта орхидея. А в той же посадке я ее не переводила. Но, видимо, в этом году после цветения нужно будет поменять ей посадку на закрытую систему. Корней тогда у орхидеи было немного. Поэтому я сажала именно в классику. Сразу объясню, что у меня стек фитоспорин с горшка. И таким образом у меня орхидейка еще немножечко подтягивает корнями этот препарат. Я обязательно сделаю отдельное видео, в котором отдельно расскажу, как я пользуюсь этим препаратом. Для чего я его использую. И, как правило, зимой в момент цветения орхидей я одну обработку фитоспорина обязательно делаю. И ссылку на это видео я вам обязательно оставлю. Я в нем более подробно рассказываю, почему, как и как я к этому пришла. И какие результаты имею. Ну, а что касательно этой красоты, конечно, давайте замеряем цветочек. Вот мы возьмем средний 6,5 см. Как для бобулеточки, для орхидеи с пилоричностью это довольно-таки немало. Цветение у этой орхидеи достаточно длительное. Ну, как минимум 5-6 месяцев это точно. Покажу вам ее поближе. Вот такие вот у нее румяные щечки. Очень яркая. Действительно жемчужная нить. Конечно, я безумно радовалась тому, что эта орхидея зацвела по сорту. Это очень благодарная орхидея, которая у меня уже 3 года. И цветет, по-моему, тоже практически с первого года. Практически сразу она зацвела. Конечно, цветочков было, по-моему, 3-4. Как бы стандартное такое цветение для подростков. Первое домашнее. Ну, при том, каждый год, каждое последующее цветение становилось все пышнее. Зафиксировать я успела эту орхидею. У меня еще очень много орхидеи. Мне такое ощущение, что я даже еще не начинала вам их показывать. Я уже смотрю, что по времени могу не успеть. Поэтому, возможно, в конце цветения у нас уже апрель. И, возможно, в конце этого зимнего цветения какой-то общий сделаю обзор. Не знаю. Но пока хочется мне каждую отдельно по сортам расписать. Каких не знаю названий, вы мне подсказываете. Я вам за это очень благодарна. Поэтому оставайтесь со мной, кому интересно. Мира и добра вам. Берегите себя. Пусть ваши мечты сбываются. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.